Еще не завершен один, а скоро должны начать готовиться к следующему. Речь об отопительном сезоне. Правительство региона уже задумались о распределении субсидий на ремонт теплосетей в городах области. Об этом шла речь на оперативном совещании у губернатора, участники которого также обсудили нашумевшую историю с задержкой рейса теплохода Клавдия Яланская, который из-за шторма вместе с пассажирами, жителями Островного, был вынужден почти неделю простаивать в Мурманске. Ситуация с теплоходом Клавдия Яланская, на котором из-за непогоды и поломки причалов зато Островной, почти неделю были вынуждены жить пассажиры, в том числе маленькие дети, вызвала широкий резонанс. Судно еще на прошлой неделе доставило жителей Гремихи домой и успело вернуться в Мурманск, но вокруг внештатной ситуации до сих пор ходит много разговоров. По словам властей за развитием событий они следили и держали на контроле. Сейчас обслуживание пассажиров ведется в соответствии с утвержденным расписанием, погодные условия позволяют это делать и службы Северного флота приступили к восстановлению самого причала в полном объеме, так как он был еще до повреждений. Хотя и сейчас заключение говорили о том, что в принципе с поддержкой сил Северного флота, швартовка и посадка-высадка пассажиров, разгрузка-разгрузка теплохода, она безопасна. На некоторых интернет-ресурсах даже писали о том, что отрезанный от большой земли островной испытывает сильный дефицит продуктов. Насколько такая информация была достоверной неизвестно, но в настоящее время в администрации зато говорят о том, что с провизией все в порядке. Гремиха один из немногих муниципалитетов области, дома которого полностью отапливаются за счет электрических бойлеров, а не мазутных котельных. Отопительный сезон в регионе еще не закончен, а в правительстве области уже задумались о подготовке к следующему. Продолжение следует...